Говорят, случайностей не бывает. Не знаю, так ли это, но если чуть внимательнее посмотреть на привычные вещи и события, то можно отрыть кучу совпадений. Или вовсе не совпадений. Мы вместе с подписчиками нашего паблика ВКонтакте немного покопались в памяти... Эх, в общем, добро пожаловать на Телблог.нет. Сегодня мы посмотрим на мультяшные копии ютуберов. Вот, к примеру, Олег Лобоцевич, он же Кофи. Года полтора назад один из самых популярных ныне летсплейщиков немного сменил имидж, отрастил бороду, подкачался и стал настоящим модником. До этих изменений Кофи выглядел примерно вот так. Никого не напоминает? А если так? Ну реально же вылитый попания из босса молокососа. Если немного поднатужиться, то может и выйдет забабахать сына, похожего на главного персонажа мультфильма. Тем более, что Олег недавно сделал потрясающее признание. Я не гей. А вот Маша Вэй призналась кое о чем другом. Если честно, история о красавице и чудовище одна из моих самых любимых еще с детства. Возможно, именно поэтому наши подписчики разглядели сходство бьюти-блогерши со сказочной героиней. Хотя, если брать всех девушек популярных на русском ютубе, то именно Маша больше всего походит на принцессу Белль. Городок, пара тихих улиц. Каждый день то же, что вчера. А если еще вспомнить за недавний фильм «Сказку», то она обладает просто максимальным сходством. Наверное, любой девушке понравится такое сравнение. И в то же время, вряд ли наша аналогия придется по душе Диме Ларину. Зрители определили его в «Кощей бессмертное». Полный п***дёж. Пока блогеру никак не удается отцепиться от образа классического ККН, который он похоронил вместе с закрытием своего топового шоу. Но даже абстрагируясь от старой сценической роли, куда ты еще Диму запишешь? Бледная кожа, худощавое телосложение, немного противный характер. Чем не Кощей? Разве что не такой мажор и чуть моложе. Хотя не факт. Не бойся, красавица, не умру я никогда. Я бессмертен. Соболева Коля ожидаемо назвали принцем. Разумеется, молодым, красивым, но не без доли отрицательных качеств. Ситуация прямо как с Чармингом и Шрека, только цвет волос немного другой. Хотя нет, Чарминг вообще был говеным до мозга костей. За что тебя прозвали уродливой сводной сестрой? Не пойму. Соболеву удалось довольно быстро восстановить репутацию вместе со статистикой лайков-дизлайков. Как считаешь? Знаете, меня очень долго не отпускала эта история. Ну а в главном герое мультика про зеленого великана-людоеды наши подписчики углядели, кого бы ты думал. Юру Хованского. Притом этот вариант оказался наиболее популярным среди всех. Да вы что, ебанулись что ли? Ну а что, такой же юморной, питается примерно тем же дерьмом, что и Шрек. Да и по комплекции более-менее подходит. Только вот в болоте не живет, секундочку. Так Питер был основан на месте болота. Не, ну тогда точно прямо в яблочко. Фу, Шрек, ты навонял. Мог бы, между прочим, предупредить. Поверь мне, осел, будь это я, ты бы сдох. Хотя, надо отметить, что за последние месяцы ЮРС нифигово скинул, и такими темпами сам сможет претендовать на должность принца, составив конкуренцию Соболеву. У Марьяны же конкуренции особо нет, ведь большинство зрителей сошлись во мнении, что блогерша похожа на Рапунцель. Но Рапунцель вроде не послала нафиг парня, который ее спас и помог выбраться на свет божий из темного замка. С другой стороны, если посмотреть эту нарезочку под трек Марьяны, то какие-никакие ассоциации в голове выстраиваются даже несмотря на то, что у бывшей Ивангая волосы куда короче, чем у принцесски. Я дую свои губки, я крашу свои реснички, заплетаю я самые красивые косички. А вот какая лично у меня появилась первая ассоциация, так это Дима Горди и Вуди Вудпикер. Помнишь такого прикольного театра с дожуте азорным смехом? Дима точно такой же веселый и положительный парень, поэтому он и напомнил мне Вуди. Ну еще и хохолок на голове играть свою роль. Кстати, у нас на канале не так давно вышло видео про Диму, так что если ты хочешь узнать, кем был Гордей до того, как стал известен, кликай по ссылке в подсказке. Привет, братва! Чуть менее веселый персонаж достался Володе Ржавому, но блин, насколько же они похожи друг на друга? Если кто не узнал, это Карл Уйзер, друг Джимми Нейрона, вместе с которым рыжий колобок постоянно попадал в переделки. А я даже и не думал о Флориде. Почему они уехали? У Володьки такого кореша нет, есть только такое массивное пусцо. Ну а блогеры сам с большим успехом находят переключения на свою задницу. И помощников не надо. Сегодня своими руками будем делать чиз-кейт. Мармак уже вообще ничего придумывать не пришлось, чтобы оказаться в сегодняшнем видосе, ведь зрители включили летсплейщиков в топ чисто из-за голоса. Говорят, очень похож на говор нашего Винни-Пуха. Есть у там что-то такой же урчащий тембр, доносящийся откуда-то из глубины желудка. Действительно напоминает голос медвежонка. Вау, вы чё такие мелкие? Может поближе подобраться? О, теперь я их вижу очень даже хорошо. А вот кого лично тебе напоминает Моргенштерн? Почти все наши подписчики в унисон заявили, что это вылитый... Барбанная дробь? Дом губки Боба! Согласны, так себе персонаж, но во-первых, это ананас, что автоматически делает данный дом родственникам Алишера. Во-вторых, халупа Спанчбоба точно так же любит качаться под крутые биты. Чем не копия друг друга? Деньги, блядь, в фу, пальцем шелк и деньги в банк. Ну а подписчики нашего паблика ВКонтакте обожают принимать участие в голосованиях и опросах. Этот раз не стал исключением, поэтому по традиции благодарим их за помощь в создании сегодняшнего видео. А теперь твоя очередь. Для какого мультяшного персонажа похож твой любимый блогер? Пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть наши новые видео. Ну и на паблик ВКонтакте подписывайся, ведь там регулярно вместе общаемся и проводим подобные опросы.